Всем привет дорогие подписчики, с вами я всегда Диман, а также Донни и сегодня мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это у нас эксперименты в GTA 5. Какой сиандр? Сегодня ребята у нас эксперимент связанный с водой. Кто ни разу не смотрел подобный ролик, напоминаю, у нас есть такая вот трасса, которая с каждым шагом уменьшается под воду все глубже и глубже. Ну и соответственно ребята у нас сегодня новенькая подборочка тачек, здесь есть новенькие седанчики, а также ребята есть новенькие внедорожники, тачки на реактивных ускорителях, а также ребята новенькие читы, новенькие в общем-то танки, монстры и так далее. Даже есть поезд, который у нас ездит и огромнейший робот, поэтому ребята обязательно ставьте лайки, потому что ребята подборочка сегодня явно очень и очень интересная. Ну а мы в общем-то погнали, братан, для начала проверим наши обычненькие седанчики, у меня это новенькая Z4, у тебя соответственно новенький Porsche. В общем-то по двумя нитрами все как обычно, погнали, братан. Просто погнали и смотрим, кто будет дальше, ребята. Оу, что? Она морда подняла вверх и я полетел. А, и над двумя нитрами, да я понял. Слушай, я в итоге... Да, еще раз. Да, ты давай еще раз, я в итоге все равно остановился на 35, в общем-то ребята, как вы все знаете, седанчики, ну многие пишут, типа проверяй седанчики, седанчики у нас особо не едут, как вы видите, вот. Так, а что, ага, понимаю, понимаю. Ну где-то так же, да, получается? А, не, нормально ты, кстати, проехал. Ну да, более-менее. Где-то 47 у тебя, да. Окей, ребята, ну в общем-то Донни на Porsche пока что впереди. Ну а мы идем дальше, ребята, здесь у нас вот такая вот тачка с огромным дулом, я даже не знаю, тачка-танк что ли. Сейчас посмотрим, надеюсь, что дуло очень тяжелое, поэтому она будет его наоборот прижимать, этот корпус. Поэтому, братан, возможно, я поставлю рекорд. Это не точно. Так, а у тебя баги получается, просто обычные баги. Ладно, ребята, погнали, смотрим, что у нас сегодня. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нормально, ты пролетел. 75, но это явно надо перелететь. Так, у тебя ещё где-то 40, я понял. Ну, тоже как-то слабенько, но в любом случае, ребята, тачки очень лёгкие, поэтому эти тачки, возможно, поедут, а возможно, нет. Ну, скорее всего, нет. Так, я опять, кстати, подожди, а чё с ним? Она очень лёгкая, как оказалось, и она просто взлетает. Так, а ну-ка, ещё раз, короче, отжимай второй нитр, и ребята... Да, она, в общем-то, очень лёгкая, и поэтому, ребята, просто парить что-то по воде... Она подлетает, да, по воде, да, есть такое. Ааа, нет, я думал, она поедет, она просто встала. Обидно. На самом деле, обидно, но в любом случае, это 44 метра. И, ребята, на данный момент это, получается, рекорд, потому что, ааа, где твоя, где-то здесь была тачка, куда-то она пропала. Ну, там, да, да, там такое себе, на смысле, где-то, 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 где-то. Да, я думаю, что она не на дороге, а значит, она нам не будет мешать. Следующая пара, ребята, это, собственно, вот такой вот огромный шестиколёсный какой-то седан. Ааа, что с танком, куда ты удерживаешь? Чё? Ладно. Ладно, хорошо. Так, а у тебя, получается, тоже шестиколёсный мерседесик, поэтому, ребята, нитро есть, погнали. Давай, 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 давай. Ой, тяжело, тяжело. Ну, поехала, поехала, поехала. Ну, и обстала, кажись. Слушай, ну, вообще так, хотя мне неплохо, но не очень хорошо. Нет, я встал, я встал. Ну, слушай, я вновь ставлю рекорд 53 в моём случае, у тебя где-то там рядом с баги, да. Понимаю, это у тебя, получается, аж 39 метров. Но пока что, ребята, в общем-то, шестиколёсная моя тачка неплохо так-то себя показала. Ладно, идём дальше. Здесь у нас шаурмечник, ребята, ну и, собственно, Зил. Реактивный. Да, реактивный, так скажем. Поэтому, братан, прямо сейчас, прямо сейчас я, в общем-то, готов. Ты готов, да? Давай, поехали. А у меня, кстати, два нитра есть, да, погнали. Тебя ожидаешь, есть Ешка, но отдельно. Я отпустил и... Сейчас Ешку прожать. Чего? Прожал не Ешку и... Поедет, нет? Смотри, смотри, где я. Охренеть, ты проедешь. Я еду под водой! Да? Я еду под водой, она едет под водой! Она набирает скорость 21. Ну, я одно жму, второе не жму. И то она у меня кончилась. Она реально едет под водой, ребята! Она не тормозит! Офигеть! Со скоростью 20 км в час шаурмечник у нас новый, ребята, чит в этом испытании. И тачка, которая может ездить под водой! Ну, я думаю, да, 19-20, 19-20, и она, в общем-то, не тормозит. Поехала, да? А, да, она поехала. А если полностью отпустить газ, вот так, допустим, и снова, да, она набирает, ребята, она набирает! И знаете чё? У меня же ещё есть нитро, который вот мы можем использовать. А, нет, ну, у меня... А, она под водой не работает. Так, а если чисто... Ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что до сюда она явно доедет, поэтому чисто вот мы вот достали её из воды, и... А она не поедет. Ну, в принципе, так, как и обычно бывает. Собственно, тачки едут под водой, а как только их достаёшь, то они не едут. Ладно, ребята, уже очень-таки хорошо у нас новенький чит, а далее мы проверяем следующие тачки. Собственно, это вот такой вот огромный дракстер у тебя, собственно, Делориан, поэтому, братан... Нитро есть, а да, всё? Всё чё-то? Да, всё есть. Я напоминаю, ребята, что это новенький чит, поэтому, братан, я очень надеюсь, что хорошо в нём проеду, поэтому... Три, два, один, погнали! Давай, let's go! Погнали! Так-так-так-так-так, давай-давай-давай, полетел! Ой, меня размотало. Меня тоже размотало, но я просто пролетел, поэтому, ребята, явно нужно проверить вновь. Ну, а вы, ребята, кстати, пишите в комментариях, какая тачка из всей этой подборочки вам нравится больше. А также, ребята, давайте наберём на этом ролике за то, что шармячник проехал под водой 5000 лайков. Да, и мы будем искать новые автомобили и проверять их. Так, слушай, ну, короче, как и у тебя, Делориан проехал 49 метров, собственно. Я понял. Такое, да. Ладно, ребята, также предлагайте в комментариях, какие бы тачки вы бы хотели посмотреть. Ты... А, ты уже взял, да, получается? Да, да. А, вот, получается, у меня что-то он вообще в текстуру упал. Такое себе. Это, я так полагаю, что это вообще за заменёнка? Это заменёнка Бизона, да. Да, прикольно. Ладно, попробуем, проверим. Три, два, один. Погнали, братан. Давай, let's go. Просто погнали. Тихо. Вайп полетел. Тихо, ты полетел. Просто как Бэтмобиль, который, кстати, тоже у нас имеется. И тем более, один из них новый. Так, я, пожалуй, перееду, потому что я тупо пролетел. У тебя вообще плохо всё, да? Да, да, да. Так, 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 давай, 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 давай. Поехал, поехал, поехал. И в итоге у меня, походу, всё остановилось. Да, ребята, это где-то сколько? 43 метра. В общем-то, как-то такое себе. Думал, что внедорожники поедут лучше. Думал, да. А у тебя, кстати, что у нас тут здесь? 51 метр. Неплохо. Ну, собственно, неплохо, да. Да, ужасно. Ладно. Проверяем следующие тачки. У меня это, ребята, монстр Мэтр. Вот такой вот новенький монстр у нас на проекте. В общем-то, за него отдельный лайк. Да, такой он тяжёлый. На гусеницах. Поэтому сейчас посмотрим, на что она способна. И погнали, братан. Так, а я нифига я разогнал на нём. Так, я полетел. Я понимаю. А у тебя чё? Да, она разматывает. Разматывает? Слушай, я, пожалуй, наверное, нитро доставлю. Потому что нитро у меня уже кончилось. Она вообще не едет. Она не едет, да? Блин, обидно-то. Да, она вообще не едет. Вообще не едет. Обидно, потому что, ребята, я думал, что баги на гусеницах ну должна поехать. Ну и, собственно, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Глайдим по воде и... Эм... Эм... Я е... А, нет. Или я... Всё, ясно. Короче, с тобой. А, я встал. Он ещё как-то 3 метра вроде как проехал под водой. Но встал в любом случае. Ладно. 52 метра в моём случае. У тебя вообще не поехало, да? Лузер. Да. В нашем сегодняшнем испытании. 31 метр. Ну, понимаю. Ладно. Ну, а далее, ребята, у нас идёт военная техника. Садись через F5 на всякий пожарный. У тебя краб. У меня, собственно, вот такая вот гусеничная какая-то... Краб, 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 краб. Эм... Немецкая... Немецкая техника. Танк, что ли, непонятный? Красти, краб, краб. Ой. Я сломал... Молодец. Я сломал нам левую часть нашего эксперимента. Ладно. Готов? Давай. Погнали, братан. Просто поехали. Меня разворачивает. Но, кстати, едет... Ём... Что? Что? Прости? Я не понял. Я сейчас ничего не понял. Я, короче, жал одну нитро, и у меня просто она с невероятно огромной скоростью летела. Не управлялась. А у тебя что? Ну, я... Ну, так, более-менее. Я, короче, перееду в любом случае. Но, ребята... Охренеть! Она со скоростью 300 под водой сейчас летит, мягко говоря. Знаешь, это как поплавок какой-то. Тяжелый, но поплавок. То есть она не тонула до определенного момента. И вот на скольки? На 100... Получается, в 19 метрах остановилась. Неплохо. Неплохо. А у тебя краб доехал до скольки? До 76 метров. Ну, тоже неплохо, собственно. Пока что, ребята, рекордсмен. Это военная гусеничная техника. Но у нас еще есть претенденты на первое место. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы их проверяем. Это новенький, получается, Бэтмобиль. У тебя, соответственно, старенький. Сейчас посмотрим, кто будет дальше. Потому что, ребята, как вы знаете, старенький Бэтмобиль очень хорошо ездил. Поэтому попробую повторить былой успех. А мы, ребята, пробуем. Ну, такое. Я на всякий пожарный еще раз проедусь. Потому что, ребята, как-то очень быстро я остановился. И, кстати, нитро кончилось. Давайте мы все-таки заправим нитро. Так, баллон есть. Все четко. Ну, все. Стоп, не заправил. Ты сколько там проехал-то? Ну, я чудо, чем краб. А, ну, где-то 80. Ну, в принципе, я точно помню, что я на нем доезжал до 120. Ладно, погнали. Пробуем снова, ребята. Ускорителя, к сожалению, этого Бэтмобиля нету. Но зато он хорошо летает. И в Одессе сразу же останавливается. Поэтому, ребята, этот раз был лучше. Но не так хорошо, как хотелось бы. Так, это получается 58. Верно, верно, братан. Итак, ребята. Тогда проверяем уже следующие тачки, которые точно должны у нас плавать. Это, опять-таки, ребята, военная техника. Это Т-34 легендарный. Доня на нем, а я на Катюше вроде как. Поэтому, братан, давай пробуем. Ну, это какая-то шляпа. Это не Катюша, мы, короче, поехали. Типа того. Так, слушай. Ага. Ой, я уже что-то... О, хрень. Что? Что происходит? Я не понимаю. Подождите-ка. Что там у тебя? У тебя шляпа сразу остановилась? Ну, Т-34, по-моему. Да, он касается... Короче, скопируй. Скопируй мою тачку. Просто сейчас скопируй. И попробуй сам вот тебе даже его скопируй. Вот, Жук, садись на него. И попробуй под двумя нитрами проехаться. Поставь на него нитра. Потому что максимально непонятно, как в воде при такой скорости. Ну, сейчас он полетел, к сожалению. Хотя нет, вот-вот-вот, смотри, сколько 500. Она, короче, знаешь, это... Я побил рекорд. Я просто побил рекорд. Что? Она, может, плавающая просто сам по себе? Нет, она не плавающая, она тонет. Но когда она тонет, она не теряет вообще практически скорость. Ты понял? Да, да, да. Ты понял, да? Ты понял? Я вот побил рекорд. Я, короче, еще раз проедусь, ребят, потому что это, ну, как минимум, забавно. Но мне кажется, все-таки первое место надо отдать Жуку. Пробуем снова, в общем-то, ребята. И да, такое ощущение, будто то ли она погодится, то ли какой-то нитра дополнительно есть, да? Она как-то скользит, я бы сказал даже. Нет, она просто как будто тяжелая, и просто по скорости у нее, то есть, инерция остается. Ну, видимо, да. И она особо, как бы, не теряет скорость при столкновении с водой. Ладно, ребята, я думаю, что все-таки эта тачка, ну, заслуживает первое место. А вы в итоге напишите в комментариях, кому отдать нам первое место. От тачки шаурмичника или же вот этому Жуку. Ладно, а мы идем дальше, ребята. Давай. Следующая пара у нас, это, собственно, огромный, огромнейший поезд. Ну, и, по-моему, у тебя там машина на колесах вроде, как дом на колесах. А я... А робот? Нет, не робот. Робот потом мы проверим. У тебя вот она, вот она, видишь ее? Блин, как бы тебе ее... Вот так вот я ее... Да, в итоге, ребята, пробуем, собственно, как вы видите, реально поезд ездит у нас без рельс. Это очень круто, поэтому, ребята, возможно, что сегодня у нас еще один рекордсмен будет. Ну да, он поехал. Он очень хорошо поехал. Он очень хорошо поехал, ребята, я даже не знаю. У нас очередной претендент на первое место. Я, блин, даже не знаю, кому дать это первое место. Длиннее. Да, мне явно нужно ее увеличить. Явно, потому что, ребята, уже... И просто давайте так. Я увеличу тропу, я не знаю, там до тысячи метров или даже до двух, до пяти. И, собственно, проверим все тачки, которые ездят под водой. Я не знаю даже, какие будут на первых местах, какие потом уступят эти первые места. Но, в общем, ребята, пишите в комментариях, если вы хотите подобный ролик, то я его, соответственно, сделаю. Я просто улетел с этой тропы, братан. Я, честно говоря, даже не еду по ней. Но последний раз пробую. А, поэтому... Дай, подвинься. А, подвинься. Здорово, брат. А можем бок о бок, как старые добрые, отремонтироваться. Погнали. Не стреляй, брат. Пожалуйста, я хочу жить. Понял. Она крутит, вертит, не поймёт. Да, ребята, нужны были бортики. Явно нужны были бортики. Слушай, ну, в любом случае, поезд очень хорошо себя так же показал. Если бы были бортики, возможно, где-то бы он и остановился. А вы напишите в комментариях, где была его конечная точка. Ну, и, соответственно, я доработаю трассу уже в следующей серии. А пока что, ребята, у нас два огромнейших робота, которые мы также с тобою проверим. Так, слушай. Давай, давай, давай. Давай я вот как-нибудь так вот. Или едь ты первый, я уже за тобой. У нас опять трасса поломалась. Ты зачем это сделал? Стоп, а у меня не стоит, кстати. Стоп, а почему не стоит? Нитро. У меня тоже нитро нет. А, нельзя нитро поставить. А смысл от него? Да, нитро нельзя поставить. 540, в принципе, разгоним. Я думаю, больше он и не разгонит-то. Так, погнали. Пробуем, ребята. Всё, 540, 520 даже. 520 и... А, ты даже дальше, чем я пролетел. Ну, я пережал, получается, второе нитро. И поэтому я... Давай, я, наверное, всё-таки ещё раз заедусь. И как бы отожму это второе нитро. Чтобы было более честно так отремонтировать. И погнали вновь, ребята. Погнали вновь. Слушай, так, я отпускаю. И погнали, 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 погнали. Всё, тонет, тонет, тонет. Но едет. И вот в итоге где-то вот здесь он... Нет, он едет. Всё, остановился. Всё, встал, да, встал. Но это в любом случае, ребята, сколько? Это 105 метров. Собственно, тоже неплохо. Как бы неплохо, но... Но, ребята, у нас ролик всего 15-минутный. Поэтому давайте мы, наверное, ещё парочку рандомных тачек заспауним. Мы также их проверим. Потому что, ребята, я думаю, что вы этого желаете. И вы уже поставили много лайков. Поэтому прямо сейчас... Что это такое? Мороженчик, что ли, какой-то? Или это какие-то службы? Мороженчик. Так, а у тебя что? А у меня что-то... Я себе проснулся не такой, надо сейчас. А, ну-ка, давай, осмотрим. Так, у тебя какой-то маслкар. Мне кажется, он далеко не поедет. В принципе. А, давай, прыгай. Так, ладно, ребята. У меня нету нитро. Поэтому надо всё-таки нитро поставить побыстрее. Подожди. Я выкинула. Итак, друзья, Донни вернулся. И мы продолжаем. Пробуем, ребята. Мне кажется, что эта тачка должна явно далеко поехать. Да-да-да-да-да-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Она побила рекорд робота, братан. И я становилась... А ну-ка, она... Что там у тебя? Она едет. Серьёзно? Ну, она тормозит, теряет скорость. А, у меня чайка в воде плавает, что? Нормально. У меня чайка в воде плавала, она прямо справа сейчас. Я потерял скорость, но я ехал. Я, кстати, остановился на скольки. Стоп. А тут что робот делает? 105 и тому или твой? Я уже даже забыл. Так, ну я в любом случае какой-то рекорд робота побил. Но эта тачка ехала вначале, а потом остановилась. Это всего лишь 102 метра. У тебя где-то, наверное, здесь, да? У меня вот снизу, да, вот здесь прям вообще не поехал. Я понял. Ладно, давай, короче, ещё заспауним парочку тачек. Ну и в итоге, ребята, посмотрим, кому везёт больше. А вы, ребята, в общем-то, пишите в комментариях, какая из всех уже предложенных автомобилей понравилась вам больше. Ну а сейчас у нас BMW и, собственно, какой-то грузовик из лаборатории. Погнали, братан. Нитро у меня, в принципе, было, поэтому едем. И, ааа, понимаю, понимаю, я полетел. Ладно, переедем, в любом случае. Надо делать всё по-честному, смотреть максимально. Ну так, типа, всё, встал. А, и я тоже встал. Ну, в любом случае, ребята, седаны, я только парочку знаю, которые едут по воде. Точнее, под водой даже, а вот эти вот, как видите, не едут. Так, а ты встал вот здесь, да? Чуть дальше, в общем-то, Т-34. Ну что же, друзья, на этом, наверное, таки ролик у нас будет подходить к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился, потому что, ребята, сегодня было куча интересных автомобилей. Как минимум, это вот такая, получается, огромная БТР-машина. Вот, а также у нас здесь был поезд, а также, ребята, была тачка, которая продаёт шаурму. Вот, ну и в итоге, ребята, я даже не знаю, кому отдать первое место из этих трёх тачек. Вы, я думаю, уже написали в комментариях, кто его заслуживает. Вот, а далее, ребята, у нас военная техника на гусеницах, робот, опять-таки, техника из аэропорта, обычный наш, собственно, ребята, зелок, ну и так далее, все остальные тачки. В общем-то, ребята, я надеюсь, что ролик понравился. Опять-таки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочки будут в описании. Всем удачи, ребята, и всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok